МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем известно, какое-то мучительное, отравляющее жизнь чувство ревности. Вот и Евгения, которая однажды пришла ко мне на прием, отчаянно ревновала своего мужа. Жене казалось, что если ее муж ведет себя не так, как в первые месяцы после свадьбы, это может обозначать только одно – он ее разлюбил. Ну где ты там, Дим? Евгения Самойлова, 36 лет, бухгалтер. Просила же встретить. Да задремал! Дмитрий Самойлов, 38 лет, владелец магазина, муж Евгения. Ты продуктов как будто на целый год набрала. Давай я тебе хоть помогу. Женю раздражало, что муж постоянно покупает журналы с откровенными фотографиями. Она была уверена, что от разглядывания картинок до измены – один шаг. Не зная, как решить эту проблему, Женя обратилась за советом к психологу. А я люблю мужа и не хочу его потерять. А почему вы решили, что можете его потерять? Ну, он интересуется этими картинками, ну, фотографиями с обнаженными девицами. А почему вас это насторожает? Ну, ведь как бывает, сначала в журнальчик, а потом налево. То есть у мужа теперь нет никакого другого выхода, кроме как налево? Ну, ведь я уже не так молода. Не то, что эти девицы из журналов. Жень, а разве нравятся могут только молодые девушки? Да, наверное. Интересная мысль. Мужу ее тоже озвучили? Почти что-то в этом роде я ему говорила. Подозреваю, что он сильно удивился. Вы никогда не думали, что иметь дело с опытной женщиной мужчине может быть интереснее, чем с юной красавицей? Может быть, вы и правы. Ну, правда, по-настоящему опытная, зрелая женщина вряд ли будет устраивать мужу сцены ревности. Она-то знает, что она неотразима. Знаете, что вас от нее отличает? Только то, что вы даже не предполагаете, что можете быть неотразимой. После разговора с психологом, Женя почувствовала, что действительно пора взять инициативу в свои руки. В этот вечер ей хотелось пробудить угасающий интерес мужа. Татьяна Шумская, 37 лет. Корректор в газете. Подруга Евгения. Да. Слушай, у тебя такое платье. Тебе так идет? Я не помешаю. Я только на секундочку. Да проходи, проходи. Да ну что, я хотела тебя попросить, Женечка. Дай мне, пожалуйста, выкройку. Ну, там, где юбки с хвостами. Как-то замечательно. Можно? Женечка. Это прелестно. Вот ты мастерица. Вот сто лет я у тебя прошу, рецептик ты все никак не дашь. Вот сейчас в отместку возьму и все съел. Ладно, что с тобой делать? Записывай. Нет, подожди. На чем? Давай. Возьми его на столе верхнем. Ящик. Здесь? Угу. Угу. Какие-нибудь девушки. Ты что, с них берешь пример? Ну, что ты? Просто мы с Димкой охладели, что ли. Вот решила исправить положение. Женечка, я пошутила. Я больше не буду, число. Ну, ладно, я побежала. Вы тут развлекайтесь. Угу. Ну, давай. Ты меня проводишь? Нет? Ой, стой. Выкройку-то дай. Угу. Сейчас. Она? Угу. Нет, подожди. Женя была рада, что подруга не стала расспрашивать ее об отношениях с мужем. Она опасалась насмешек или, что еще хуже, жалости. Поняв, что Татьяна не обратила на ее слова особого внимания, Женя вздохнула с облегчением. О, у нас сегодня гости. Нет. Я уже ухожу. Я только на минуточку. Ладно. Счастливо всем. Пока. Удачи. Что это-то у нас сегодня такая нарядная? И пахнет так вкусно. Неужели это все для меня одного? Все для любимого мужчины. Руки мой и быстро за стол. Больше всего Женя боялась, что муж не поймет ее, посмеется и опять уткнется в свои журналы. Ой, вкуснотища. Женька, ты у меня просто мастерица. Руки у тебя золотые. Только руки, а все остальное? Ну, я всегда говорил, что у меня жена умница, красавица и готовит лучше всех. Говорят, путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Ты лучше скажи, ради чего ты это все устроила? Хочешь чего-нибудь выпросить? Нет. Просто по тебе соскучилась. Все дела-дела, а хочется тепла и ласки. Опасения Жени вскоре растаяли. Под взглядом мужа она чувствовала себя любимой и желанной. В тот вечер Женя словно вернулась на 15 лет назад, когда они с Дмитрием только познакомились. Муж снова был нежным, ласковым и страстным. И Женя решила, что все беды позади. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ты спи, спи, это меня... ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Я быстро, ты спи. В ту ночь Женя так и не смогла уснуть. Она снова впала в отчаяние. Ей казалось, что муж мог уйти посреди ночи только ради любовницы. Ау! Да, да. Митя. Ну что? Может, все же скажешь, где ты был? Я же тебе говорил, в магазине сигнализация сработала. Я съездил, посмотрел. И на это тебе вся ночь понадобилась, чтобы просто посмотреть? Жень, ну давай не будешь заводиться. Ты же знаешь, как это. Поехать, протокол подписать. Ты все прекрасно понимаешь. Ты думаешь, я совсем дура? Я не догадываюсь, что ты с какой-нибудь из своих девчонок шлялся. С продавщицей роман крутишь? Слушай, вот дура и есть. Вот придумаешь какую-то ерунду и сама в нее веришь. Да и лучше поесть нормально. Вот со своими бабами и ел бы. Да с какими бабами? Я с ментами три часа разбирался. Потом машина как назло заглохла. Теперь ты будешь нервы мотать. А я вот возьму сейчас и в магазин твой позвоню. Нет, с охранником ты договорился. Все вы кобели одинаковые. Я возьму и в милицию позвоню. Они-то правду мне скажут. Девушка, а можно мне узнать, был сегодня ночью выезд на Арсений 8? Правда, что там сигнализация сработала? Если будешь вести себя как идиотка, точно найду себе другую бабу. Жене казалось, что муж специально делает все, чтобы обидеть ее. Конечно, если бы он любил ее, как раньше, не вел бы себя так. Я все утро дозванивалась сначала в милицию, а потом во вневедомственную охрану. И в конце концов выяснилось, что Дима говорил правду. Какие-то мальчишки залезли в магазин. Но если бы он с самого начала сказал всю правду, мы бы и не поссорились. Так он с самого начала вам все и рассказал. Ну, вообще-то да. Я просто всегда сомневаюсь. Жень, вы просто никогда не сомневаетесь только в одном. Что вас любить невозможно. Да? Неужели это так? Знаете, к людям обычно относятся так, как они сами к себе относятся. И если вы продолжите убеждать мужа, что он вас не любит, то смотрите, он чего доброго и поверит. После разговора с Галиной, Женя не могла освободиться от мысли, что несправедливо обидела мужа своими подозрениями. Она решила зайти к нему на работу, чтобы попросить прощения и помириться. Женя сразу решила, что эта женщина с Дмитрием – его любовница. Ужас и паника наполнили ее душу. Она ожидала чего угодно, но только не того, что у Дмитрия будет ребенок от другой. Жень, подожди, ты куда? В последнее время Евгения стала замечать у мужа странный интерес к эротическим журналам с откровенными фотографиями девушек. По совету Галины, Женя решила сделать все возможное, чтобы снова завоевать внимание Дмитрия. Но она чувствовала, что их отношения слишком охладели. Ее опасения подтвердились, когда неожиданно ночью Дима уехал по какому-то срочному делу. На следующее утро на вопросы жены Дмитрий отвечал, что в его магазине сработала сигнализация. Позвонив на работу мужа, Евгения убедилась в правдивости версии Димы и отправилась к нему в магазин, чтобы извиниться. Но Дмитрий был не один. Женя была благодарна подруге, ведь она могла поделиться с ней не только радостью, но и горем. Ну, история. И что мне теперь делать, если он к ней уйдет? Ведь у них ребенок будет. Женечка, ну не обязательно он уйдет. Если бы он захотел, он сам бы ушел. А если он с тобой, мне кажется, значит, его так все устраивает. Ага. И нашим, и вашим. Хватит, надоело. Пусть катится на все четыре стороны. У меня тоже в бегушке. Она сейчас полквартиры вместе с мужем оттяпает. Вот ты знаешь, что лучше по-другому отомсти. Как это? А ты сама заведи себя мужчину. Пусть почувствует. Каково это, когда рога растут ветвистые. Скажешь тоже. А я не хочу поступать так же, как он. Ты знаешь, все очень просто. Надо только написать объявление в газету. Все. Да ты что, с ума сошла? Может быть. А вот так вот сидеть и нюни распускать. Надо действовать, Жень, действовать. Я не хочу. Я не хочу никаких мужчин. Я хочу, чтобы мой муж был мне верен. Ненавижу его. Ненавижу. Да я сама от него уйду, понимаешь? Сама. Женечка, это слишком. Не пари горячку. Ты вначале все подумай. Мало ли что. Который час? Ладно, Женя, я пошла. Я тебе еще позвоню. Хорошо? Женя никак не могла успокоиться. Ревность и отчаяние заглушали голос разума. Она решила снова обратиться за помощью к Галине. Я когда увидела мужа с беременной любовницей, я поняла, что я не могу больше с ним жить. Это стало последней каплей. Жень, ты куда? Я тебя так любила. Я доверяла тебе. А ты беременная любовница. Это ж надо. Вот и живи теперь с ней. Да какая беременная любовница? Ты что? Ты опять себе что-то понапридумывала? А кто у тебя в машине сидел? Да это Светка, жена Егора. Я ее просто подвозил. Я тебе цветы купил. Вот, твои любимые. Ты все врешь. Ты всегда все врешь. Честный человек имел бы совесть и признал бы очевидное. А у тебя нет ни чести и ни совести. Знаешь что? Мне тоже надоело. Потому что я не знаю, как вот нормальный мужик, по-твоему, должен жить с такой вот стервой и истеричкой. Значит, теперь тебе несказанно повезло. Я ухожу. Не хочу тебя больше видеть никогда. Теперь я живу у подруги. Никак понять не могу. А вы из чего взяли, что это обязательно должна была быть любовница? А кто же еще? Жене казалось абсолютно очевидным то, что женщина, которую она видела с Дмитрием, могла быть только его любовницей. Женя была уверена, что муж в скором времени обязательно бросит ее ради новой семьи. Интересно у вас получается. Вот если рядом с вами будет стоять беременная женщина, то это будет просто беременная женщина. А если рядом с ним, то обязательно его любовница. Но ведь это так просто. Это так все очевидно. Честно говоря, я ничего очевидного в этом не вижу. Что, каждый раз, когда рядом со мной оказывается красивый молодой человек, это значит, что он мой любовник? Ну, хорошо, хорошо. Я просто не доверяю ему. Хорошо, хоть признали. Но дело-то вообще не в этом. Я одного не могу понять. Женя, почему вы так боитесь признать себя привлекательной? Я? Привлекательная? Вы вообще когда-нибудь думали о том, чтобы означать слово привлекательное? Нет. Женщина, которая привлекает. То есть совершает определенные действия, жендействия, чтобы привлечь мужчину. А без этих действий и Софи Лорен может дурнушкой показаться. Женя размышляла над словами Галины. В душе она была согласна, что проблема ее недоверия к мужу была в ней самой. Чтобы все стало как раньше, надо было только измениться. Но переступить через себя Женя не могла. Никогда не догадаешься, что я тебе принесла. Ну и что это? А ты посмотри, только повнимательнее я сейчас разделась. Ну что это? Это твое объявление. Какое объявление? Я ничего не писала. Ты не писала, его написала я. Ну посмотри, там на полосе, на нижней. Да-да-да, давай сюда. Есть. Вот она. Элегантная, грациозная, обладающая утонченным вкусом и фантазией женщина, ждет уверенного в себе и в своих возможностях мужчину. Пишите мне, если вы готовы красиво ухаживать, ценить ласку, заботу и понимание, дарить интересное общение, настроенные на длительные отношения. Евгения, нравится? Ты с ума сошла? Что теперь будет? А то и будет. Через несколько дней придут ответы от мужчин, которому ты понравилась. Ты сама выберешь того, с кем бы ты хотела, например, познакомиться поближе. Вот когда у тебя появится ухажер, тогда ты перестанешь плакать и переживать за свою Димку. Все. Вот такая и молодец. Прошло несколько дней. Женя сильно переживала, что ушла из дома. Она сомневалась в правильности своего решения. Жень, подожди, давай с тобой нормально поговорим. Я же сказала, что не хочу тебя больше видеть. Так, следующее. Женя не верила, что из затеи с объявлением может получиться что-то хорошее. Сейчас мы посмотрим, что это видеть. Женя, это стихи, слушай. Если суждено судьбой нам с тобой вместе быть, значит, свяжет нас навеки чувство сладостной нити. Нет, это круто. Мне это нравится. Давай напишем. Так, Митя. Жене казалось невероятным, что можно так запросто писать что-то о своих чувствах и мечтах постороннему человеку и по нескольким строкам определять свою дальнейшую судьбу. Женя, слушай. Читаю ваши слова и представляю вас нежную, страстную, ласковую и заботливую. Мне кажется, вы ищете тихую пристань, где могли бы отдохнуть от житейских бурь. Позвольте мне стать ею. Женя, по-моему, это здорово. Очень даже интересное письмо. И ты знаешь, мне кажется, что вот человек с серьезными намерениями, а? Ну, давай хоть кому-нибудь ответим. Ну, мне кажется, ну... Ну... Ну, давай ответим Мите. Отлично. Только, знаешь, я письма писать не умею. Замечательно. Значит, встретитесь где-нибудь, там, посидите в кино, в ресторане. Ну, это можно. Замечательно. Ну, пиши! Женя сомневалась, правильно ли она поступает, соглашаясь с подругой. Но она все же решила рискнуть. Свидание Мите Женя назначила в ресторане. Готово. Давай. Давай. Стой, 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 стой. Я это сейчас эту складочку поправлю. Когда долгожданный вечер наступил, Женя хотела выглядеть особенно привлекательной. По-моему, класс. Ты знаешь, Митя будет у твоих ног. Вперед, давай, давай. Я думаю, может быть, это и есть твое счастье. Женя стала подозревать мужа в измене, после того, как неожиданно ночью он уехал по какому-то срочному делу. Утром Дмитрий предоставил убедительные объяснения. И, проверив его версию, Женя решила попросить у мужа прощения, за то, что не доверяла ему. Но, придя на работу к Диме, Евгения увидела его с беременной женщиной. Женя не сомневалась, что это любовница Димы и что в скорейшем будущем он уйдет в новую семью. Простить такую очевидную измену Евгения не могла. Она переехала жить к подруге. Татьяна решила приободрить Женю и от ее имени написала объявление в газету с целью познакомиться. Евгения согласилась ответить на одно из писем и назначила свидание незнакомцу. Женя чувствовала себя неуютно. Ей было досадно, что она пришла хоть и с опозданием, но раньше кавалера. Она сомневалась, что тот вообще придет. Вы Митя? Ой. Ну вот, в первый раз пришел на свидание к девушке нарвался на собственную супругу. А я-то думала встретить таинственного незнакомца. Ну вот это можно попробовать устроить. Девушка, мне кажется, что мы с вами где-то виделись. Ой, ну все вы мужчины так говорите. Но я не все. Что вы говорите? Можно я просто представлюсь? Ну, попытайтесь. Дмитрий. Да? А в объявлении было сказано Митя. Ну, в вашем присутствии, девушка, быть Митей как-то неубедительно. Позвольте мне быть все-таки Дмитрием. Не вопрос, Евгения. Ну и тогда позвольте мне в честь нашего случайного свидания подарить вам этот скромный букет. Да, кстати, может быть у вас есть еще какие-то заветные желания? Да. Встретить свою любовь. Ну вот я свою уже встретил. Жень, ты не представляешь, как я тебя люблю. Пока не объяснишь, как ты все это подстроил, я с тобой разговаривать не буду. Ну, неделю я твою подружку Танюшку уговаривал, чтобы она нас с тобой помирила. Вот и придумали историю со знакомством по объявлению. Вот так и получилось. А я-то думала, что это она мне все говорит? Надо встречать... Женя чувствовала себя, как когда-то на первом свидании с мужем. Ее душу переполняла радость. Вот значит, какая у меня подруга. Твоя подруга молодец. Она просто поверила в том, что я тебя люблю. В том, что мне не нужна никакая другая женщина. Ну, а та, что в машине, она что? Ой, да глупышка ты моя маленькая. Это же Светка, жена Егора. Ну, помнишь, охранник белобрысый такой, здоровый. Ну, так вот это его жена. Ну, а почему ты мне раньше об этом не сказал? Да ей просто плохо стало. Я пообещал ее подвезти. А тебе я говорил, только ты ничего слушать не хотела. Ты, ладно, ты... Ты мне теперь-то веришь? Ну, если это Егора жена, тогда верю. Он такой громадный, что с ним связываться себе дороже. Ох, по-богу. Слушай, а может нам последовать Светкиному примеру и завести малыша? Малыша? Ну, ведь давно пора. И пусть родится девочка с такими же красивыми глазами, как у мамы. А потом мальчишка, такой же сильный и умный, как папа. Ну, для этого ты должна вернуться. А я уже вернулась. Я дома. Женя из нашей истории совершает вполне типичную женскую ошибку. Она пытается требовать от мужа, чтобы он считал ее исключительно привлекательной. Почему-то ей недостаточно, что муж ее просто любит. Но при этом она забывает, что если любит, то как раз просто так, ни за что. И некрасивых, и глупых, и скандальных. То с привлекательностью дело обстоит несколько иначе. если бы это был драгоценный камень, то даже в таком неприглядном виде он обладал бы немыслимой ценностью, как, собственно говоря, и сама Женя для ее мужа. Но, согласитесь, назвать его сейчас красивым или даже привлекательным очень трудно. Для того, чтобы он привлекательным стал, сначала его нужно привлекательным сделать. Ведь привлекательность-то в русском языке это так называемое отглагольное существительное. То есть нечто, возникающее в результате какого-то действия. В нашем случае действие привлечения. действие действия Субтитры создавал DimaTorzok